Здравствуйте, это Ольга Пырочкина и у меня 15 минут на то, чтобы рассказать вам о деятельности депутатов Государственного Совета Чувашии. Это новый сезон программы «Законодатели». Поехали! Увеличение социальных выплат, которые в нашей республике не индексировались уже три года. Этот и другие вопросы подняли депутаты Государственного Совета Чувашии на встречу с временно исполняющим обязанности главы республики Олегом Николаевым. Подробности у моей коллеги Ирины Волковой. Вопросы индексации не раз поднимали жители региона на встречи с депутатами. Друженики тыла получают 1044 рубля, ветераны труда – 1100 рублей в месяц. Социальные выплаты остаются неизменными с 2017 года на фоне подорожавших транспорта, ЖКХ и продуктов. Мы выезжаем как депутаты в свои округа, встречаемся с населением, действительно мы слышим и те вопросы, которые нужно бы обсудить сегодня. Сейчас Минфин как раз готовит поправки к бюджету региона, и Олег Николаев поручил зафиксировать индексацию в ближайшем рассмотрении. При этом речь должна идти не только о ветеранах труда, но и других категориях, например, семьях с детьми. Социально значимые темы вообще часто поднимали руководители каждой фракции, представленной в правительстве региона. Депутаты спрашивали о том, что волнует их избирателей, какими путями планируется решать транспортную доступность малых населенных пунктов, какова судьба инвестиционного проекта с китайской стороной. Отдельная тема – программа ускоренного развития Чуваши до 2024 года. Почему на сегодня еще пока план не принят, нет четкого решения на уровне правительства Российской Федерации, какая поддержка финансовая будет вот этим 10 субъектам. Обсуждается очень много сумм. Последняя сумма – это ежегодно, то есть 5 лет программы, значит, это порядка 5 миллиардов дополнительных средств субъекты должны получить. Среди мероприятий – развитие инвестиционных институтов, поддержка малого и среднего бизнеса, субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам. Как только программа будет согласована, на всех уровнях ее публично презентуют. Те, кто законы принимает, ознакомились с работой тех, кто за соблюдением этих самых законов следит. Комитет Госсовета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике провел выездное заседание. 200 сообщений за сутки поступают в полицию от жителей Чебоксар. Такие данные депутатам Госсовета Чуваши озвучили в Центре оперативного управления нарядами. Отсюда начала работу выездная группа. Стационарные телефоны – это 02, сотовые телефоны – это 102, 112. У нас интегрирована диспетчерская служба с нами. Три четверти звонков – это сообщения о происшествиях, нарушениях административного характера и преступлениях. Скорость реагирования полицейских нарядов в среднем 7 минут. Раскрывать многие преступления оперативно удается благодаря комплексу «Безопасный город». Сюда выводятся изображения с 2300 камер, расположенных по всему городу. А программа «Поток» по заданному номеру автомобиля может не только определить его местоположение, но и показать предыдущие маршруты. Кроме того, сейчас специалисты тестируют систему распознавания лиц. Председатель комитета Госсовета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Александр Федотов отметил, на обеспечение правопорядка из бюджета всех уровней выделяются существенные средства. И цель выездного заседания – посмотреть, насколько эффективно они расходуются. Мое личное впечатление, что деньги на самом деле бюджетные нахи, налогоплательщики, работают. А затем участники выездного заседания посетили отдел биологических экспертиз экспертно-криминалистического центра МВД. Проще говоря, ДНК-лабораторию. Здесь по биологическим материалам, таким как кровь или слюна, устанавливают личности нарушителей закона и доказывают их причастность к преступлениям. Мы сегодня видим достаточно серьезный подход Министерства внутреннего дела к вопросам раскрываемости преступлений. И тому пример как раз вот только что прошли по лаборатории определения ДНК путем анализов. Мы восхищены тем, что сегодня увидели, насколько высококвалифицированные кадры сегодня работают в Министерстве внутренних дел Чувашской Республики. Обсудить все увиденное депутаты и руководители Министерства собрались в новом здании МВД. Парламентарии поинтересовались оперативной обстановкой. Министр внутренних дел Почувашия Виктор Шметков рассказал, несмотря на все новшества и самое современное оборудование, есть области, где преступники пока на несколько шагов впереди. В структуре преступности у нас 50% составляет это преступление имущественного характера. Но вот в их структуре практически 70% это преступления, совершенные удаленным доступом. То есть это кражи мошенничества. Константин Степанов отметил, пострадавших было бы меньше, если бы банки тоже несли ответственность за сомнительные операции. Пока это только предложение. Еще одно предложение поступило от Григория Данилова. Он посоветовал правоохранителям выйти в госсовет с инициативой. Ее суть в том, чтобы обязать ряд частных организаций, к примеру, торговые центры, передавать видео с их камер наблюдения в МВД в режиме реального времени. Это места большого скопления народа и оперативно полученные данные помогут в раскрытии преступлений. 23 февраля страна отметила День защитника Отечества. Как работать с молодежью, чтобы дальше наше Отечество было кому защищать? Об этом будем сегодня говорить с ректором Чувашского государственного университета имени Ульянова, депутатом Государственного совета Чувашия Андреем Александровым. Андрей Юрьевич, здравствуйте. У меня первый вопрос для Вас, как человека, который действительно защищал Отечество, который был на войне в Афганистане. Вот патриотизм – это все-таки что такое? Ну, я думаю, что если мы скажем, что это любовь к своей родине, к своей стране, к своей малой родине, к памяти своих предков, вот это есть некий собирательный образ, общая характеристика, то, что называется патриотизмом. А вот что такое любовь к своей родине? То есть это стремление как-то налазить жизнь здесь? Потому что любить же родину можно, да, и с другой стороны, живя там замечательно, например. Именно что такое любовь для Вас, родина? Ну, я согласен, что любить все человечество гораздо легче, чем любить конкретного соседа, для которой, может быть, не совсем спокойный человек и, бывает, своими ремонтами мешает. Но если серьезно, конечно, это деятельное участие в судьбе своей страны. То есть если ты педагог, конечно, ты выкладываешься, ну, просто по полной, для того, чтобы воспитать достойную смену своему поколению. Если ты доктор, то, конечно, ты, давая клятву Гиппократа, ты делаешь все для того, чтобы здоровье нации, своих пациентов, которые на твоем участке живут, и ты с ними работаешь, ты заботишься об их здоровье, вот чтобы все это было на уровне, ну, стопроцентной самоотдачи. Вот это называется деятельная любовь к родине. Ну, то есть как-то пригодиться своей стороне на том месте, на котором ты находишься, да? Согласен, даже не просто пригодиться, а еще исчерпывающее сделать. Все, что ты можешь, вот по данным тебе способностям, и исходя из того, какое ты образование получил, то есть отдать все. Да, если мы говорим, например, даже про экологию, да, выйти во двор, организовать субботник, или хотя бы в собственном подъезде, да, как навести порядок, это тоже патриотизм своего рода? Ну, я согласен, это патриотизм в рамках одной территории, одного двора, одного подъезда, но согласитесь, что это сложнее, чем просто говорить, говорить, говорить о том, что какая-то обслуживающая организация не делает, не выполняет свои обязанности. Я зачитаю такую цитату. Патриотизму нельзя научить. Учить кого-то, что он патриот, что он что-то должен. Кто из молодежи так мыслят? Ну, сделают очередную программу, что после этого вырастет поколение патриотов, все должно быть тоньше и мудрее. Это слова члена общественной палаты, экс-капитана командора ДНКВН, Сангаджи Тарбаева. Вот вы согласны с этим, что нельзя все-таки научить? Как действует это тогда? Вы знаете, есть такой замечательный метод, который очень эффективен во многих делах. Это личный пример. Вот если ты сам не убежден в том, что хочешь внушить молодому человеку, я думаю, вряд ли ты будешь успешен в этом начинании и именно своим отношением, неравнодушием. Вот вы ректор, у вас тысяча студентов, да, вы перед глазами тысяча студентов. Как вы будете действовать? Какие ваши действия? Вот личный пример для вас, это что, например? Ну, Георгиевская лента 9 мая, да, понятно, наверное. Там бессмертный полк наверняка выйти, если будет у вас время, например, от работы свободное. Как еще? Какой личный пример? Вы уже, наверное, частично ответили за меня. Спасибо. Действительно, мы вместе со взрослыми нашими выпускниками и с ребятами, студентами организовали вот несколько лет назад, более шести лет назад, поисковый отряд Георгиевская лента. Затем вторым этапом было создание учебного музея Великой Отечественной войны. Он небольшой, но чем он ценен? Ребята все экспонаты, скажу так, накопали своими собственными руками в разных регионах Российской Федерации. Это Подмосковье, это Тверская область, это Республика Крым. И все экспонаты добыты нами самими. Надо сказать, что мы, будучи студентами, тоже выезжали на места боев. Наверное, это личный пример, ну, как такое удачное сочетание того, что мы говорим «давайте» и сами делаем. Еще один интересный пример из интервью летчика-космонавта Федора Юрчихина. Я провожу десятки встреч со школьниками и студентами. Студенты, значит, родного Мэй, спросили меня, на кого я равнялся. Ответил – на Гагарина. Спрашиваю, а вы на кого? А вот он пишет, что назвали только имя Стива Джобса. Стив Джобс, на самом деле, ну, мне кажется, неплохой пример. Сегодня тоже у нас прозвучало именно это имя. А вот мы провели опрос среди студентов, предлагаю тоже посмотреть. То есть какая-то известная личность, которая для вас в жизни является примером? Ориентиром. Нет. В жизни примера моя мама. Пример. Моя папа. Юта. Он вот жил в деревне, да. Простой мальчик, ничего не знал, как он к знаниям стремился. У меня нет кумиров, ну, потому что это как-то для меня слишком, даже личное, наверное. Для меня, как для юриста будущего, отличным примером является Анатолий Федорович Коня. Я помню, на курсах ораторского мастерства мы изучали его труды, и я каждый раз был поражен, как он умеет вести себя во время всех судебных заседаний. Для меня является пример Николай Иванович Пирогов, известный русский хирург, который прославился во время Крымской войны тем, что он впервые изобрел гипс, также он впервые изобрел анестезию. Ладно, меня будут ругать за этот ответ. Ну почему? Пусть будет Стив Джобс, потому что его взгляды на современный мир и технологии совпадают, наверное, в какой-то степени с моими. Константин Хабецкий, потому что он является и режиссером, и актером таких серьезных фильмов, как Соби Бор. Ну и, конечно же, для меня он пример, потому что он занимается благотворительностью. А вы тоже, вот как бы вы исследовали этот выпуск? А я исследую, я занимаюсь добровольчеством, естественно, я помогаю детям, которые находятся в социально-реабилитационных центрах, занимаюсь с ними. Конечно, я не могу, как Константин, жертвовать большие суммы, но я помогаю сама, подарю свое внимание и свое время детям. Вот как вы можете прокомментировать вот такие вот ответы? Как вы думаете, это хорошо или плохо, что нынешней молодежи зачастую нет кумира? Ну, здесь вот в предпочтениях нашей студенческой молодежи, конечно, самые разные персонажи. И хорошо, что многие называют своих родителей, потому что они, наверное, больше всего знают именно их как личности. И прекрасно, если они являются примером. Если же мы сталкиваемся с тем, что молодой человек говорит «не сотвори себе кумира», здесь, я думаю, не надо понимать буквально. Потому что он просто не выбрал себе персону конкретную для подражания. Наверняка у него существует некий собирательный образ, имя которого он дать не может. Но, тем не менее, в любом случае на чей-то опыт ориентируется. Ну, на самом деле, согласен. Это просто сложный вопрос, когда тебя в лоб без подготовки спрашивают, да, на кого ты ориентируешься. Я бы, может быть, сама, например, растерялась. Вам задам этот вопрос. На кого бы вы, или когда вы, в период вашего возрастления, становления ориентировались? Или, может быть, сейчас до сих пор? Ну, конечно, для меня пример родителей, безусловно. Если уж мы, коль уж мы говорим о событиях, связанных с Великой Победой в год памяти и славы, то хочу сказать, что для меня, герой, если не говорить о полководцах, о героях Советского Союза, это вот простой советский солдат, простой российский солдат, который во все времена, он вручал свою страну, жертвовал собой. Поэтому вот это тоже, наверное, такой собирательный образ. Когда мы говорим про советского солдата, который, например, это Великая Отечественная война, мне все понятно, как бы за что они воевали. Все-таки я не зря спросила про Афганистан, когда вы были там. Как вы понимали патриотизм? То есть вы понимали, за что именно вы можете отдать свою жизнь? Ну, несмотря на то, что мне было 18 лет в то время, и все были такие же ребята рядом, такого же возраста, мы четко понимали, что мы здесь, на чужой территории, представляем интересы великой страны, великой державы, своей родины. И, как сейчас говорят, тогда не было употребимо это словосочетание «защищаем национальные интересы своей родины». Вот и у подавляющего большинства моих сослуживцев не было сомнений, что мы не зря здесь находимся. Нам была оказана такая честь, и мы выполняли свой долг. Я нисколько не жалей об этом времени, потому что мы там жили, мы были молоды и делали все, что, в общем-то, отвечало нашему внутреннему миру. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю о воспитании молодежи. Мы говорили с ректором Чувашского государственного университета имени Ульянова, депутатом Государственного совета Чуваши Андреем Александровым. Редактор субтитров А.Семкин